Всем здравствуйте! У нас сегодня последняя физическая лекция магистрского курса по C++ в интеловской магистратуре МФТИ. Это был очень долгий путь, и сегодня он близок к завершению. Сегодня мы поговорим про ranges, соответственно, во вторник у нас зачет. Сегодня будет очень быстрый специальный выпуск, потому что я просто немножко не успел договорить во вторник. А потом в конце этого выпуска я расскажу для всех зрителей моего канала, что будет на моем канале дальше. Итак, в прошлый раз мы остановились на бесконечной комбинируемости диапазонов, на том, что мы можем комбинировать в одном выражении и views, и преобразования, и действия, и все что угодно, и все это соединять через более-менее одинаковые, униформные операторы, похожие на перегруженный оператор физического или, побитого или. В комментариях люди высказались о том, что перегруженная побитого или это достаточно плохая идея. Я, в принципе, с этим согласен. Перегрузка операторов с потерей их семантического смысла. Это плохая идея, но, как вы видите на слайде, это плохая идея, использована дважды. Первый раз перегрузка побитого или для диапазонов, и второй раз перегрузка побитого сдвига для STD-SEout. И к перегрузке побитого сдвига для STD-SEout мы вообще-то все уже привыкли, она не кажется чем-то плохим. Я думаю, к побитому или для диапазонов тоже привыкнем, потому что так уж получается, что какие-то операторы перегружать надо, а побитовые, жаль, чем меньше всего. И мы в прошлый раз посмотрели на бесконечные диапазоны. И теперь самый простой бесконечный цикл, который мы можем написать, и который при этом что-то интересное делает, выглядит так. Мы делаем бесконечный цикл, извиняюсь, бесконечный диапазон из целых чисел, начиная с единицы и так далее. Один, два, три, четыре, пять до бесконечности. И мы оперируем с этим бесконечным диапазоном как с объектом, потому что, а что? Это итератор. Один итератор, один сентинел, сентинел, которого никогда нельзя достигнуть. И мы берем и выводим его на астрим-итератор. Мы видим, что на самом деле вот этот астрим-итератор, он тоже представляет собой бесконечный диапазон. Вот у нас есть выводный экран, вот мы будем выводить. То есть, рано или поздно что-то случится, конечно. Целые числа закончатся, экран сломается, там, я не знаю, здание, в котором стоят сервера и стлеет и развеется по ветру. Но, в принципе, в принципе, это бесконечная последовательность, подключенная к бесконечной последовательности. Они будут работать бесконечно. И мы посмотрели, что мы можем легко выбрать из бесконечного списка целых чисел первые десять квадратов очень интересным способом. Мы трансформируем его в бесконечный список квадратов, после чего мы берем из них первые десять. И, конечно, можно посмотреть какие-нибудь более интересные вещи и, например, получить бесконечный список простых чисел. Поскольку я сегодня не хочу особо задерживаться, я сегодня не буду травмировать аудиторию вопросами, как бы вы решили эту задачу. Давайте посмотрим обычную первую попытку решить эту задачу. Обычная первая попытка решить эту задачу – это следующая попытка. В принципе, простые числа – это негативное определение. То есть, простые числа – это все, которые не делятся на два, все, которые не делятся на три, все, которые не делятся на пять. И, в принципе, все, которые не делятся ни на что, кроме единицы и самого себя. То есть, это все, которые не делятся на два, Кроме двойки, двойка простая. В секторе интеллицинаторе, кроме тройки, тройка простая и так далее. И мы можем начать с того, что мы поиграем с негативными определениями. И простейшее негативное определение, которое мы можем получить, и до некоторой степени первое приближение к простым числам, это нечетные числа. То есть представьте, что у нас есть функция из odd, которая возвращает true, если число четное, наоборот. True, если число нечетное, False, если число четное. У нас есть вот этот диапазон онтов, и мы берем и прогоняем его через этот фильтр. Раз, мы получили список нечетных чисел. Хорошо, а теперь простые числа. Все то же самое. Нам нужна какая-то функция из prime. Мы должны ее подать сюда, мы должны под ней отфильтровать. И когда мы по ней отфильтруем, мы получим список простых чисел. Отлично. Но функция из prime, скорее всего, будет дорогая. Потому что написанная в таком наивном ключе, функция из prime, скорее всего, будет идти от этого числа n и искать до корней из n все его возможные делители, после чего все их перебирать. И мы хотели бы вот в эту процедуру внести парочку оптимизаций. То есть, буквально немножко соптимизировать. В частности, можно соптимизировать это очень легко вдвое, просто исключив все четные числа. И можно легко соптимизировать это еще в полтора раза, просто исключив все, которые делятся на три. А когда мы исключаем все четные числа и все, которые делятся на три, мы оставляем реально числа, которые оставляют единицу или пять в остатке по модулю 6. Потому что, ну, смотрите, если 0 по модулю 6, то оно делится на 2 и на 3. 2 по модулю 6 делится на 2, 3 по модулю 6 делится на 3, 4 по модулю 6 делится на 2. Таким образом, то, что нам нужно проверить, это, что у нас двойка, что у нас тройка, либо что у нас вот такой фильтрованный диапазон. И вот первое приближение к простым числам должна содержать в себе диапазон из двойки, диапазон, сделанный из тройки, и диапазон, сделанный из вот этого бесконечного списка. То есть мы хотим из нашего бесконечного листа дропнуть первые 4 элемента, отфильтровать его, после чего в начало нашего бесконечного диапазона приписать двойку, а потом тройку. И для этого у нас есть, во-первых, Ranges Views Single, который позволяет сделать view из одного элемента. То есть он трактует один элемент как view, состоящий из итератора, который можно один раз заинкрементить, и там уже сразу Sentinel. И мы берем и говорим Ranges Views Single, Ranges Views Single, а потом Ranges Views Concut, вот эти штуки с Ranges Drop, Ranges Filter. И теперь мы можем серьезно оптимизировать количество обращений к дорогой проверке. Теперь вот эта дорогая проверка будет вызываться гораздо реже. В частности, она будет вызываться только для чисел и дающих остаток 1 или 5 по модулю 6, что, в общем, гораздо меньше. Давайте я покажу вам... Давайте я покажу вам primes.cc. А вот и он. Итак, вот наш primes.cc. Здесь написано сначала ods, и мы с помощью Ranges Copy выводим ods на экран. Ну, мы делаем take 10, чтобы вывести только первые 10 нечетных чисел. А потом мы делаем первое приближение к простым числам. То есть я здесь не стал писать функцию из prime, я просто выбрал все числа, которые подходят под первое приближение к простым. И мы увидим, что там первые 10, они будут вообще довольно хорошо ложиться. Смотрите. И мы действительно видим, что вот 25 – это первое число, с которым мы не угадали, и которое надо проверять уже на испрайм, потому что, ну, потому что, понятно, оно делится на 5, а мы выкинули только те, которые делятся на 2 или на 3. Теперь смотрите. Перейдем к более сложным, к более сложным и более интересным задачам на Range. Мы немножко поиграли с бесконечными диапазонами, теперь посмотрим, сможем ли мы делать какие-нибудь сложные и интересные вещи с диапазонами. Смотрите, представим, что у нас есть диапазон диапазонов. И этот диапазон диапазонов у нас сформирован так, что он представляет собой вот побитые на куски последовательность, и мы хотели бы взять и склеить все поддиапазоны, которые в него входят. Из того арсенала, который мы уже смотрели, пока не очень понятно, как это сделать. Потому что, окей, мы смотрели вот здесь какое-то вьюз конкат, такое чувство, что мы должны в этот конкат их все передать, но как их все передать в конкат, если мы даже не знаем, сколько их на этапе компиляции? Тут, пожалуй, не помогут вариабельные шаблоны. То есть, вот с таким случаем совершенно непонятно, что делать. И поскольку с ним совершенно непонятно, что делать, кажется, что вот здесь мы вышли на какой-то предел, хотя задача, в общем-то, простая. Задача объединения диапазонов и формирования из них общего диапазона. Но эта задача, несмотря на то, что она простая, она уже не решается простой комбинацией отображений. То есть, тут бесконечная комбинированность нам не помогает. К счастью, именно под эту задачу в библиотеке Ranges и в предложении в Стандарт, по-моему, не прошедшем, но пройдет через три года, господи, предусмотрели замечательный механизм, который называется YieldFrom. Не надо путать его с K-Yield. YieldFrom – это что-то, что приписывает в выходную последовательность тот диапазон, который ей задан, но не как весь диапазон, а предварительно разбив его на его элементы. То есть, что мы говорим? Мы говорим RangesViewForeach. И из этого ForEach мы для каждого рейнджера, который сюда приходит, возвращаем его же в YieldFrom. Эта идиома настолько часто встречается, что на самом деле предусмотрели даже специальный RangesViewsJoin. Это специальный JoinView, который, собственно, проводит ту же самую операцию, но специальных механизмов на все случаи не напасешься. А в общем случае, когда надо что-то такое сделать, можно использовать YieldFrom. YieldFrom интересен тем, что это еще один подход к питоновскому Yield, и его не надо путать с K-Yield в корутинах, потому что K-Yield в корутинах – это одно. RangesYieldFrom – это совсем другое. Он работает иначе. То есть, он просто выдает элемент за элементом в итоговую последовательность. Это похоже на корутинах, но, может быть, это даже основано на корутинах внутри. Но по факту это не корутина. Здесь нет никакой спецсемантики, нет никакого promise object, нет никаких трейтов, которым должна удовлетворять корутина. Давайте посмотрим на рабочий код. У меня есть файл SimpleJoinCC. Он в комичен. Вы тоже можете на него смотреть, кстати. Этот файл делает именно это. Он сначала делает нам с помощью RangesYield диапазон от 0 до 3, а потом повторяет его три раза. И после того, как он повторил его три раза, он просто итерирует по нему и выводит все поддиапазоны на экран. Мы сейчас увидим на экране 0.1.2, 0.1.2 и, соответственно, 0.1.2 еще раз. А потом у меня есть RangesViews4Each, которые делают YieldFrom на каждый из них. И вот с этого YieldFrom он берет и каждый из них докидывает в выходную последовательность. Первый, второй, третий. Вот у этой штуки получается довольно интересный тип. У нее получается 4EachView, который внутри себя хранит эту лямбду, и который каждый раз, когда мы обращаемся к этой штуке, вызывает ее. И для того, чтобы получать новые-новые элементы из сохраненных, соответственно, у него там где-то внутри Ranges. После чего мы выводим его, и мы должны увидеть тот же самый диапазон, только линиаризованный. Давайте посмотрим, как это будет работать. Это действительно будет работать. Видите, 0.1.2, 0.1.2. И тут все линиаризовано. 0.1.2, 0.1.2, 0.1.2. Вот. И вот это уже выглядит как трюк. Это уже выглядит как трюк. То есть, окей, RangesViewsJoin – это очень специальный механизм, но RangesYieldFrom – это, в общем, тоже специальный механизм. И мало того, обращение с ним требует своего рода виртуозности, хотя непонятно, какая тут может быть виртуозность. Задача-то простая. И вот этих механизмов, которые специфичные, специальные и так далее, их, конечно, можно клепать дальше, но, похоже, мы тут попадем в ту же ловушку, в какую мы попали в самом начале прошлой лекции со стандартной библиотекой. То есть, со всеми этими transform, подчеркивания copy, подчеркивания if и прочими специализированными механизмами. Мы не хотим делать слишком специализированные механизмы. Как раз наоборот. Мы хотим программисту, который работает с диапазонами, выдать инструмент. А поскольку мы сами программисты, которые работают с диапазонами, мы хотим, чтобы нам выдали какой-то инструмент, который позволит нам даже самые высшекруклюмистые задачи на эту тему решать изящно. То есть, решать, не прибегая к сложным и странным приемам работы, а как мы начали со стандартной библиотеки. И, в частности, прямо сейчас есть одна проблема. И первый, кто ее заметил, был, собственно, автор библиотеки Ranges, господин Нибблер. Господин Нибблер в 2015 году заметил эту проблему. Он заметил, что он не понимает, как этого сделать с помощью Ranges. Смотрите, мы только что сделали обратную трансформацию. Мы взяли диапазон диапазонов и линеризовали его. А можем мы сделать наоборот. Можем мы взять линейный диапазон и побить его на подгруппы. И получить на выходе диапазон диапазонов. Давайте прикинем, что из уже имеющегося к этому моменту инструментария могло бы нам в этом помочь. Смотрите, мы хотели бы скомбинировать что-то над нашим диапазоном, но все, что угодно, что мы скомбинируем через pipe, будет брать всего один аргумент. То есть, она будет брать, окей, аргумент за аргументом всю вот эту последовательность. Но, взяв один аргумент, она не будет иметь достаточной информации, чтобы сделать поддиапазон о трех штуках. Там можно дальше придумывать какие-нибудь глобальные переменные, куда записывать, где мы сейчас. Но это все как-то так хрупко, как-то так омерзительно и как-то так плохо совпадает с ленивым поведением. Мы бы хотели красивую идею. Какую-нибудь красивую идею. И Нибблер тоже над этим думал. И Нибблер придумал довольно красивую идею. Он сказал, давайте посмотрим на вот этот диапазон. Что мы, по сути, делаем? По сути, вместо того, чтобы двигаться обычным итератором по каждому элементу диапазона, мы движемся итератором по каждым трем элементам. По сути, это адаптер. По сути, мы адаптируем итератор. И давайте посмотрим на задачу Нибблера поближе и поговорим про адаптеры. Итак, я называю это подгруппами Нибблера, потому что собрать диапазон в подгруппы – задача, которую сформулировал тот самый Нибблер. RangesViewSins от 1 до 13 дает числа 1, 2 и так далее, 13 не включая. То есть, это, по сути, числа от 1 до 12 включительно. И мы бьем их на подгруппы по 4. То есть, мы хотим получить числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 10, 11, 12. Мы хотим вот этот чанк-лист получить 3 диапазона. Ну и, соответственно, вывести его, и чтобы увидеть, что как-то вывелось. И для этого мы хотели бы написать вот этот комбинатор MyChunks. Итак, идея адаптированного итератора. Каждый раз, когда адаптированный итератор увеличивается, мы хотим проходить n элементов, вместо того, чтобы проходить один элемент исходным итератором. И каждый раз, когда адаптированный итератор считывается, мы хотели бы читать диапазон из n элементов и возвращать его наружу как целый диапазон. Вот это довольно увлекательно. Потому что это позволяет нам сделать то, что я обещал в прошлый раз. А именно достаточно глубоко залезть в архитектуру, собственно, ranges и посмотреть, что же нам надо делать, чтобы это провернуть. Давайте посмотрим на следующую схему. Как все это должно работать? Смотрите. В итоге мы должны вернуть view-клажур. То есть, в прошлый раз мы говорили про адаптер-клажур. View-клажур – это то, что позволяет всю вот эту механику с комбинируемостью. По сути, view-клажур – это лямбда, но просто это лямбда с некоторыми дополнительными, переопределенными функциями, вложенными типами и дополнительно переопределенными операторами, чтобы она могла легко работать для комбинируемости с другими view. Итак, мы должны вернуть view-клажур. Это лямбда, но под этой лямбдой что-то должно жить. И вот это то, что живет под этой лямбдой, то, что возвращается на ее вход, когда она… То, что возвращается на выходе, когда она на вход берет какой-то range. А мы помним, что вот эта адаптация – это все равно, что вызвать myChunks и передать ей первым аргументом range-ins. Правильно? Вот. И вот она, получая на вход какой угодно view, должна возвращать myChunks view, в котором и будет происходить вся магия. И в нормальных условиях вся магия происходила бы уже там. Но создатели библиотеки ranges предусмотрели немножко более легкий способ это делать. Конкретно они предусмотрели функцию beginAdapter. И если такая функция есть во view, то библиотека ranges уже знает, что это адаптированный вид. И означает, что его beginEnd она будет строить из его вложенного класса, который должен иметь вложенное имя адаптер. и предоставляется также удобная функция AdapterBase, которая, соответственно, делает все наследование. А myChunksView наследует от viewAdapter, который параметризован самим же myChunksView. Это заход через CRTP. И адаптер наследует от AdapterBase, myChunksView наследует от viewAdapter. И в итоге вся магия, то есть вот эти функции read и next, которые должны делаться уже в адаптированном итераторе, они делаются внутри класса адаптер, который является вложенным классом в myChunksView. Нам не приходится писать свои собственные beginEnd, свои собственные плюс-плюс и весь этот boilerplate. На самом деле boilerplate благодаря вот этой схеме приходится писать очень мало. Зеленым на этой картинке отображены те классы, которые для вас уже написаны, куда вы не лезете. ViewClageur уже написан, viewAdapter уже написан, AdapterBase уже написан. Все, что вам нужно написать, это, собственно, myChunksView, который всего лишь хранит, поскольку их чанкать, то есть поскольку элементов набирать, и умеет делать beginAdapter, который возвращает адаптер. После чего, собственно, адаптер должен хранить поскольку набираем и делать read and next. Давайте посмотрим, как это будет работать. Опять-таки, я хотел бы показать код. Сначала некоторые ключевые детали кода, потому что на слайде это проще, чем в коде. Итак, смотрите. Это CRTP. CRTP заворачивается, myChunksView наследует от viewAdapter, параметризованного, myChunksViewAdRange и, собственно, range. А вот уже агрегированный адаптер, с которым мы работаем за счет того, что унаследовались от viewAdapter, содержит простые функции, что у нас есть итератор на входе, и мы делаем makeSubRange от итератора до end. То есть мы храним, мы у нас, вот смотрите еще раз на схему, мы у нас в адаптере всегда храним настоящий конец диапазона, который мы адаптировали. Мы делаем SubRange от текущей позиции итератора до настоящего конца диапазона и берем из него очередные n элементов. Потом нам приходит следующий итератор, мы опять сделали SubRange, взяли. Следующий итератор сделали SubRange, взяли. И аналогично next. Что значит next? Next – это означает, что мы что-то делаем с самим итератором, например, в данном случае продвигаем его, и мы просто делаем rangesAdvance. Мы просто делаем rangesAdvance на n, то есть, опять-таки, на 4. Один раз считали, потом что-то еще сделали, один раз продвинули. Да, а если там, например, звездочка, то эта звездочка вызовет считали. Звездочка будет во ViewAdapter. Она знает, что нужно вызывать из вложенного адаптера метод read. Или там плюс-плюс будет во ViewAdapter. Он знает, что нужно вызывать из вложенного адаптера метод next. А весь код с чанками выглядит следующим образом. Смотрите. Эта строчка может казаться мрачной, но это просто CRTP. Мы все любим CRTP. А дальше все очень просто. Мы вкладываем внутри класс Адаптер. И в этом классе Адаптер мы храним настоящий end и количество. После чего задача считать subRange и продвинуть итератор – это тривиальная задача. А BeginAdapter просто возвращает наш адаптер, построенный из того числа, которое мы хотим отщипывать, и настоящего конца того диапазона, который мы адаптируем. Все. И это все. Дальше еще вот эта удобная функция MyChunks, которая, собственно, делает MakeViewClosure из лямбды, которая захватывает n, берет rangeRNG и что-то делает. Там MyChunksView от range вот это. Значит, вот эта штука, как вы все помните, нам нужна для того, чтобы был вывод типов. Мы не хотим писать здесь просто auto, потому что тогда тут придется писать какой-нибудь чудовищный деклтайп. Поэтому мы делаем эту лямбду, как нам уже разрешили делать в 20-м стандарте, с дополнительным параметром. К слову, когда я читал лекцию о лямбдах, это было в этом учебном году, но физически это было еще в прошлом году, когда у нас не было карантина, у нас было все хорошо, я не рассказывал об этом синтаксисе, ну, просто потому что 20-й стандарт еще не вышел, я не был уверен, что этот синтаксис будет. Ну вот, считайте, что теперь я вам о нем рассказал. Так вот, да, вот это только C++20. В C++17 там уже по-другому надо выкручиваться. И мы делаем view-клажуру из нашего ChunksView, который наследует от адаптера. Все. Это весь boilerplate, который нам нужно написать. Теперь мы делаем ranges-views-ins, совмещаем с myChunks4. Обратите, кстати, внимание, у нас есть стандартный ranges-views-chunk. Ну, он не внесен в стандарт, но опять-таки в ranges-ts это просто оказалось настолько распространенная штука, что его туда дописали. Тем не менее, написать свой – это интересное упражнение, поэтому мы его сейчас проделали. И после этого мы каждый поддиапазон раскладываем. И что мы ожидаем увидеть на экране? Мы ожидаем увидеть на экране с первой итерации этого цикла 1, 2, 3, 4, со второго 5, 6, 7, 8 и так далее. Соответственно, эта штука называется ChunkTask. Причем, кода boilerplate на самом деле написано не так много. Вот с девятой строчки до 44 это всего лишь 35 строчек кода. 35 строчек кода на то, чтобы довольно нетривиальным образом адаптировать диапазон. Давайте посмотрим, что мы увидим на экране. Да, действительно, мы увидели на экране три столбца, по четыре цифры, все к положению. Окей, great. Адаптирование диапазонов – это сильная техника. Но даже очень сложный адаптер – это просто способ взглянуть на диапазон иначе. То есть, у нас есть внутренний beginning, у нас есть внешний beginning, но во внешний beginning все равно передается внутренний итератор. Да, мы можем там с ним что-нибудь сделать, но что, если мы хотим что-то менее тривиальное? Например, что, если мы хотим какой-нибудь сложно устроенный диапазон, изнутри лениво обходить так, чтобы для человека, сидящего снаружи, этот обход казался просто обходом какого-то просто устроенного диапазона. И для этого рассмотрим обратную задачу, которую Саттон рассмотрел в том же самом докладе 2015 года, которая заключается в том, что мы линеаризуем диапазон диапазонов, но мы делаем это нетривиальным образом. Смотрите, сегодня в начале лекции мы говорили, что вот этот диапазон мы можем линеаризовать так, А0, А1 и так далее, B0, B1 и так далее, C0, C1 и так далее. То есть просто линеаризовать все диапазоны с помощью yield from, правильно? Но здесь мы хотим линеаризовать этот диапазон с интерливингом. То есть линеаризовать, при этом взять сначала А0, B0, C0, потом взять А1, B1, C1 и так далее, если есть там еще поддиапазоны, то из них тоже взять. Потом взять А2, B2, C2 и так далее. И вот это уже нетривиально. Да, конечно, мы можем линеаризовать, потом линеаризованный куда-нибудь сохранить, сделать над ним интерливинг, все равно сложно, все равно непонятно, как сделать интерливинг. Мало того, мы хотели бы сохранить наше ленивое, вернее, неуверенное, как мы в прошлый раз договорились говорить, поведение. То есть каждый раз, когда мы проходим этот диапазон, потому что вот эти А0 и так далее, они же могут быть, по сути, другими диапазонами, то есть лямбдами со своими операторами и круглые скобки. Так вот, там какой-нибудь фильтр может стоять. Так вот, мы хотели бы вот каждый раз, когда получаем очередной элемент сначала, мы хотели бы его пересчитывать. Вот идем, считаем эти элементы вот в таком порядке, потом заново пошли, заново считаем. И вот это гораздо более нетривиальная задача, чем адаптация. Тем не менее, в библиотеке Arranges есть идея, как мы могли бы к этой задаче подойти. И эта идея называется объектом-курсором. Что такое курсор? Смотрите, мы устанавливаем наш курсор вот сюда, потом 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 вот сюда. Ок. Но тогда... Смотрите, тогда нам надо где-то в этом объекте-курсоре хранить вектор итераторов, Потому что у нас на этот диапазон свой итератор, на этот свой итератор, на этот свой итератор. Соответственно, нам нужно хранить вектор итераторов. И где бы мы ни стояли, у нас current итератор читается. А когда мы идем по этому вектору итераторов, мы говорим, что у нас в current по модулю its size увеличивается на единицу. Если же по модулю its size мы получили 0, это значит, что мы врапнулись. Это значит, что мы прошли курсором здесь, прошли здесь, прошли здесь. И теперь нам надо заново идти уже вот здесь. И когда мы врапнулись, мы должны проапдейтить все наши итераторы. То есть мы должны сделать плюс-плюс для каждого из итераторов, которые мы храним в этом векторе итераторов. Ranges for each, делающий плюс-плюс, должен сразу вызывать у вас вопросы. А почему не transform? И вот если вы сейчас смотрите... Я сейчас не буду останавливаться, но если потом, если вот сейчас вы смотрите это на ютубе, пожалуйста, остановите здесь видео на паузу и попытайтесь ответить самостоятельно. А почему не transform? For each с инкрементом это же transform. У меня есть вариант ответа. Я надеюсь, вы сейчас уже остановили на паузу, подумали и снова запустили видео. Правильно? Так вот, у меня есть вариант ответа, что если бы мы написали это в виде transform, мы бы не смогли сделать плюс-плюс. Если бы мы написали это в виде transform, нам пришлось бы делать explicit плюс-один. То есть нам пришлось бы возвращать id плюс-один. Transform берет аргумент и возвращает измененный аргумент. Так вот, id плюс-один это гораздо более дорогая операция, чем плюс-плюс-ид. Гораздо более редкая. Плюс-плюс-ид есть у forward итератора, id плюс-один есть только у random access итератора. Поэтому for each здесь более чем обоснован. Мы можем пользоваться дешевыми операциями. Мало того, если бы мы сделали transform, то если бы мы захотели все-таки пользоваться плюс-плюс, нам пришлось бы передавать итератор по значению. А кто знает, какой там state. А если бы мы передавали его по какой-нибудь ссылке, то мы не могли бы плюс-плюс пользоваться. В общем, с transform куда ни кинь всюду clean. Поэтому for each здесь обоснован. Одно из редких мест, где в общем можно transform, но for each тоже обоснован. И вот когда мы написали read и next, мы видим, что у нас пока что получился адаптер. То есть вот мы только что написали адаптер. Там были кастомные begin и end, которые адаптер-классом, специальной базой, к ртпшной базой, преобразовывались в правильный begin и end. Ну так мы и тут это написали. Мы тут тоже написали read и next. Давайте их сейчас преобразуют в begin и end, но мы видим некоторые отличия. Я надеюсь, все видят это отличие. Если вы его еще не видите, я вам его подсвечу. Смотрите, у нас next ничего не берет. И у нас read ничего не берет. Потому что им нечего брать. Смотрите, когда мы работали с адаптером, и когда мы наследовались от view-адаптер-класса, от вот этой к ртпшной базы, то мы говорили, у нас read будет брать тот итератор, который мы адаптируем, и возвращать, вернее, наоборот, read будет брать тот итератор, который получился после адаптации, и возвращать sub-range, который использует тот итератор, который мы адаптируем. Так, taken. Вот. И next. Next будет как-то изменять, но он будет как-то изменять, поскольку адаптер – это очень тонкая прослойка. К ней что-то приходит, она это что-то изменяет. Вот next будет изменять то, что пришло. А здесь у нас что-то гораздо более серьезное, потому что мы видим, что здесь у нас внутренний стейт, внутренний стейт нашего курсора, который read изменяет, который read считывает, который next изменяет. То есть это не адаптер. И здесь явно не хватает еще одной какой-то функции, которую мы механически знаем, если итератор приходит извне, но которую приходится жестко контролировать, если все это происходит у нас внутри. И, конечно, это какая-то функция, которая сигнализирует, что позиция дошла до конца. То есть это что-то вроде функции done. А функция done была сделана в первых вариантах, там нужно было в курсоре определять read next и done. Но на самом деле у нас есть вариант симпатичный, потому что что такое done по логике? По логике done это означает, что мы дошли до некоего конца. При этом поскольку done, скорее всего, тоже не берет аргументов, то тип этого конца не специфицирован. Так вот, чтобы в диапазоне указывать не специфицированный конец, то есть конец в принципе дошли до конца как такового, мы можем использовать специальный тип default sentinel t, у которого... Ага, опять вспоминаем, но с row t, да, вот, у которого есть только одно возможное значение, и это, конечно, default sentinel. И вот этот default sentinel t, это означает, что где бы мы ни были, мы сейчас дошли до этого конца по умолчанию. И в этом случае done, это просто сравнение нашего итератора, нашего курсора с вот этим самым default sentinel t. То есть, по сути, в этом случае done, это просто перегрузка equal. Вообще, мы можем перегружать equal также для любого диапазона, похожего на наш, чтобы сравнивать, собственно, диапазоны на равенство. Но вот эта перегрузка equal, которая берет ranges default sentinel t, это и есть функция done. И что возвращает функция done? Функция возвращает, ну, типа, false, если current не равен нулю. Если current равен нулю, тогда интересно. Мы считываем все ends из наших диапазонов, после чего мы говорим, а тот end, на котором мы сейчас стоим, он попадает в stud mismatch по stud not equal to или не попадает? И если он не попадает, то есть, если вот stud mismatch не вернула its end, тогда все хорошо. А если он попадает, тогда все плохо. И в этом случае мы возвращаем true, и мы говорим, что все мы равны вот этому концу. Опять-таки, если вы смотрите это видео на ютубе, здесь у вас могут возникнуть непонимания. Поэтому, пожалуйста, поставьте видео на паузу, сходите на cpp reference и почитайте про stud mismatch. Опять-таки, я не хочу сейчас на этом останавливаться. Я хочу, чтобы это видео было коротким, это все-таки special, а мы уже приближаемся к 40 минутам. А сходите на cpp reference, прочитайте, что такое stud mismatch, как он работает, и осознайте, почему здесь использован именно он. Господин Нибер в своем докладе утверждал, что это был первый раз, когда он использовал вообще stud mismatch в своей жизни. Поэтому stud mismatch – это редко встречающийся алгоритм. Может быть, для вас это тоже будет первый раз, когда вы увидите его разумное применение. Дальше попробуйте ответить на вопрос, почему нет ranges mismatch. И мы можем видеть полный код здесь. У нас chunk-лист, который формируется с помощью чанков, а потом мы этот chunk-лист линеоризуем обратно, но уже с помощью интерлива. То есть мы получаем 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12. Интересно, кстати, что если мы дальше этот интерлив пачанкаем по 3, то у нас получится, что мы транспонировали вот эту матрицу. И, собственно, исходный пример Нибблера, ему там как раз и нужно было лениво транспонировать матрицу. А ленивое транспонирование матрицы – это очень круто. Это значит, что у нас есть транспонированная матрица, все-таки элементы которой вычисляются ровно по мере того, как мы к ним обращаемся. Обращаемся, соответственно, этот файл называется interleaf.cc. А пока он компилируется, смотрите, у нас есть вот этот interleaf.view. И здесь немножко больше, чем 35 строчек. Мы опять начали с 9, на этот раз мы остановились на 50. Здесь 41 строчка. Но, по сути, это та же самая простая система, только вместо view-адаптера вот это ключевое различие. Мы используем view-facate, то есть мы используем фасады вместо адаптеров. И фасад, это, собственно, оно и есть. Фасад хранит курсор, и фасад возвращает begin-курсор. И опять-таки по самому по себе наличию функции begin-курсор у вас здесь, в этом клажуре, и вот здесь при комбинации определят, откуда на самом деле нужно брать begin-end. На самом деле begin-end нужно брать из view-facate-base, и которые пользуются курсором, потому что begin-курсор возвращает курсор. В курсоре мы храним указатели на ranges, потому что нам откуда-то надо добывать их концы. И поэтому, когда мы конструируем курсор, мы передаем вот этот указатель. Понятное дело, что мы могли бы хранить, ну, в смысле, извиняюсь, указатель на вектор из ranges. Конечно, мы могли бы хранить вектор из ranges по значению, но тогда нам пришлось здесь при создании курсора их бы копировать. Это чудовищный overhead. Поэтому мы храним просто указатель на вектор. Я, может быть, переписал бы это даже со ссылкой на вектор. Просто указатель на вектор был у Nibbler. После чего мы говорим, что у нас есть также сохраненные итераторы. И вот, собственно, сохраненные итераторы и поле current вместе составляют наш state. И вот над этим state мы работаем в read и мы работаем в next. К слову, курсор – это термин из баз данных. Вы можете посмотреть, что он значит исходно, и что, например, такое курсоры в SQL-запросах. И аналогично вот этот метод, который я уже тоже показывал. Видите, вот этот самый mismatch, который мы уже разбирали. И все, что мы делаем, мы опять-таки возвращаем begin-курсор. Единственная сложность – это, конечно, вот этот аргумент конструктора, как мы берем итераторы. Но эта сложность чисто техническая. Смотрите, все, что мы говорим – это мы делаем transform, мы берем ranges-begin, и дальше мы преобразуем это в stud-vector. Все просто. И теперь давайте посмотрим, как это будет работать. И вуаля! Мы видим, что мы теперь получили интерливленный диапазон. 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12. При этом вот это ranges-copy, оно вычисляло каждый следующий элемент, как только оно хотело его вывести на экран. То есть, и как только мы захотим вывести на экран, еще раз мы еще раз выведем этот интерливленный диапазон, еще раз его пересчитав. Давайте посмотрим схему. Давайте посмотрим схему. Но прежде чем мы посмотрим схему, давайте сделаем одно небольшое отступление. Смотрите, мы только что использовали default sentinel. Default sentinel, определяющий конец чего угодно, по сути является механизмом стирания типов. Нам все равно, к какому концу мы идем, мы идем к концу чего угодно. Так вот, стирание типов для ranges – это очень развитый механизм. Например, у нас есть потрясающая возможность стереть тип любого диапазона. А я в прошлый раз вам показывал, как важны типы диапазонов. Потому что вот этот view-reverse на самом деле комбинируется не с v, вспоминаем. Он комбинируется с ref-view от v. И вот этот av, если бы тут было auto, он бы сказал, я помню, я помню, что я reverse view над ref-view, над stud-вектором еще и такой длины. То есть, вот эта штука помнила бы в своем типе о себе все. Но мы можем все забыть. Мы можем все стереть и сказать, это просто any view int. И any view int, он просто any view int. Он не содержит дальше никаких дополнительных вложенных видов. Он не копит в себе информацию о том, чем он был раньше, и не засоряет вывод типов к компилятору. Ну и да, из-за этого он, конечно, гораздо медленнее работает. До некоторой степени any view на char дает нам обычный string view. Только any view на char, конечно, лучше. Потому что, если у нас есть stud-string, и мы берем с нее просто ref-view, ref-view помнит, что он stud-string. Если мы берем stud-string и берем на нее string view, string view ничего не помнит. Если мы берем any view, any view ничего не помнит, any view помнит только указатель на начало и sentinel на конец. Но any view при этом может быть дальше скомбинированным. Мы можем у этого any view навесить сверху reverse и получить объект, который он помнит, что он reverse над any view. И таким образом, даже с вот этим type-рожур механизмом views все равно лучше, чем наивные попытки вида string view и span в прошлых стандартах. Хотя, почему в прошлых? Span ввели в 20-й, правильно? Давайте посмотрим, как это работает. У меня есть пример any view cc. Здесь мы делаем вектор. Мы берем на него any view. А дальше мы этот any view, который уже обо всем забыл, выводим. И мы сейчас увидим на экране, что он выведет все это в обратном порядке. То есть, несмотря на то, что мы забыли о типах, мы помним о том, что мы должны делать. И продолжаем делать это лениво. Вопрос. Опять-таки, если вы смотрите это на ютубе, остановите видео. У меня к вам вопрос. А как он помнит? Как он помнит, что нужно выводить в обратном порядке, если он не помнит, что он reverse view? Подумали? Окей. Так вот, конечно, точно так же, как любой другой механизм type pressure, правильно? Как stud function, как stud any. Он просто выкидывает все, что он должен сделать, в клажуру. Клажуру сохраняет где-нибудь в куче, чтобы она не мешалась его типу. А у себя внутри хранит какой-нибудь чудовищный void-указатель или подобный механизм, о котором он помнит, что его надо приводить вот к той клажуре. И у него дальше внутри все срастается, потому что именно этот void-указатель он передает в настоящий оператор круглые скобки. То есть, любой механизм стирания типов помещает нам что-нибудь на кучу, и на этой куче с чем-то работает. Именно поэтому он будет работать медленнее, не так ли. И вот теперь обещанная схема. Итак, давайте еще раз вернемся. А вот сейчас смотрите вниз оранжевого квадратика. Вот сюда на read и next. Смотрите, да? Давайте вернемся к адаптеру на секундочку. Вот. У адаптера хранится n, поскольку адаптируем. И read и next берут итераторы. У курсора хранится currentRangesIt's. Read и next не берут ничего, они работают над внутренним стейтом. И плюс добавляется метод equal, который как раз defaultSentinelT. И заметьте, конечно, у курсора нет никакой базы. То есть вот сейчас смотрите на эту часть слайда, которая рядом с оранжевым квадратом. Мы видели, что здесь есть адаптер base, потому что весь boilerplate нужно сгенерировать. У курсора нет. У курсора мы необходимый boilerplate пишем. Здесь можем писать гораздо больше функций. Можем писать не только equal. Можем писать почти любые. И лишь бы их понимал viewFacate. Заметьте, не viewAdapter, viewFacate. И viewFacate, если он видит begin-курсор, он может с этим работать и генерить из этого правильный begin-end, которые являются фасадом, за которыми скрыто все вот это великолепие. И в этом отношении фасад, конечно, отличается от адаптера. Потому что фасад – это легковесный view, который висит на нашем stateful курсоре. А адаптер – это наоборот. Адаптер сам по себе является легковесным view, который висит на другом view. То есть, несмотря на очень похожую схему, принципиально она очень существенно отличается. У нас меняется то место, в которое мы, собственно, смотрим. Ну и, конечно, возвращаем мы ту же самую view-клажу. То место, которое занимаем мы в этой схеме. Окей. Мы подошли к концу. Мы практически уложили сейчас. Дома посмотрите на решетое ротосфена. Потому что мне кажется, что решетое ротосфена – это курсор. А кому-то может показаться, что это адаптер. Можно строить экономичное решетое ротосфена, использовать биты для хранения признаков и так далее. И можно его, конечно, строить, используя диапазоны. Правда ведь? И можно написать такую же функцию, PrimeUpTo100, которая будет возвращать RasaView. Точно так же, как у нас вот эта функция MyInterleaf, она возвращает MakeViewClosure на InterleafView. Правильно? Вот так и тут она будет возвращать MakeViewClosure на RasaView. И эта функция должна лениво, одно за другим, фильтровать составные числа, идя, например, по какому-нибудь битовому массиву и так далее. Эта задача может быть крайне интересная. Ну, опять-таки, зависит от того, как к ней подойти. Фух. Все. Небольшой обзор литературы. Первые два пункта вы понимаете. Дальше Definitive Talk Нибблера, где он пишет свой календарь. Календарь довольно странная задача, но она оказывается неожиданно хорошей. То есть, на своем календаре Нибблер показывает практически все техники. И, в частности, вот сегодня мы, по сути, шли по второй части этого доклада. Потому что первая его часть безнадежно устарела. На самом деле, вторая часть тоже устарела. Там с тех пор интерфейсы в библиотеке поменялись, и мне пришлось много что переделать. Но вот примерно так. Примерно по второй части доклада. Дальше я разместил в списке литературы ссылку на оригинальный Ranges Test Proposal 2016 года. И ссылку на GitHub, где живет и эволюционирует последняя RangeV3 Library. В 2018 году, обратите внимание, в 2018, а не 2017, стандарт был принят в 2017, именно поэтому они не успели в стандарт. В 2018 году Ranges были вмержены в стандартную библиотеку, и с тех пор развивались уже параллельно. Мы все с этих пор знали, что в 20-й стандарт они попадут. И несколько приятных докладов с последнего CppCon по Ranges. Конечно, сейчас они только появились. Это горячая тема. Все о них докладывали. И я думаю, на ближайшем CppCon все еще о них будут докладывать. Видите? Using Effectively, Overview, Comprehensive Guide, Building Range Adapters. Я думаю, что сейчас комьюнити записало уже, пожалуй, несколько десятков часов в видео о ранджах. И, конечно, мои небольшие лекции на два часика суммарно, они дают только потрогать лапкой воду. Ну, как, впрочем, все остальные мои лекции. Мы же не можем залезть слишком глубоко. Но, тем не менее, очень интересно, что даже на таком уровне мы видим, что ранджи эффективны. Мы видим, как они эффективно решают многие проблемы, которые обычными алгоритмами стандартной библиотеки не решались. Теперь пару слов о будущем моего курса. Я во вторник провожу зачет. Надеюсь, магистранты довольно хорошо к нему подготовятся, потому что зачет с оценкой. И на этом, в общем-то, курс завершен. Но завершение получается какое-то грустное. То есть, мы начинали этот курс на такой позитивной ноте. Я стоял весь такой в аудитории, да, улыбался, шутил, рассказывал про строки. А сейчас, да, я сижу дома на карантине, записываю это видео. Мне кажется, меня сегодня даже никто особо не смотрит этот стрим. Все забили. Ну, конечно, не хочется завершать на такой ноте. Поэтому, что до будущего этого курса, то я дождусь, пока все это закончится. Весит карантин и все остальное. И я запишу настоящую последнюю лекцию. Уже как положено, с видеозаписью нормальной аудитории. Как только интеловский офис откроют. Я запишу лекцию по модулям. Потому что я все равно ее запланировал, да. Я все равно ее запланировал. Она у меня все равно есть. Я знаю, что там рассказать. Это очень интересная тема. И мало того, модули тоже вошли в 20-й стандарт. Рассказ о языке без модулей будет не пол. Поэтому, как только карантин закончится, офис Интел откроет, я смогу записать это видео. Я запишу это видео. И мало того, и это будет настоящее завершение курса. 20-я лекция как раз будет логическая. И мало того, я еще обещал, что у нас будет видео с поняшами на 200 подписчиков, потом на 300 подписчиков. Так вот, я все это помню. Если вы, ребята, будете подписываться чуть активнее, то еще и на 400 подписчиков, потому что у меня 4 видео с поняшами. И все их я буду летом потихонечку записывать, потихонечку выкладывать, потому что просто я не хочу их выкладывать без видео. Без видео, мне кажется, это немножко не то. И, скорее всего, на этом образовательная часть моего канала не завершится, потому что у меня есть очень много идей для дальнейшего развития. У меня есть несколько неотснятых лекций по... Ну, уже готовых, но неотснятых просто. По программированию для видеокарточек, в частности, по DPC++ и по памяти в DPC++. Лекции по внутренностям компиляторов, опять-таки, связанные с C++. Лекции по матроидам, которые я очень люблю, и которые тоже неотсняты. В общем, еженедельные обновления этого канала прекратятся, но это не значит, что его обновление прекратится. Видео на этом канале будут продолжать появляться. Возможно, в следующий год я начну перезаписывать с видео те лекции, которые в этом году у меня получились так себе. Так что будущее приятно. Мы должны смотреть будущее с оптимизмом. На этом у меня все. Всем спасибо.